Батюшкин Прокопий Дмитриевич, выпускник исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, учитель истории и общества знания школы номер 33 имени Колосовой города Якутска, абсолютный победитель конкурса «Учитель года Республики Саха-Якутия-2017», финалист всероссийского конкурса «Учитель года России-2018», автор ряда научно-популярных статей по истории Первой мировой войны, отличник образования Республики Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами будем говорить на тему «Якутская область в годы Первой мировой войны». Вначале, безусловно, буквально несколько слов о Первой мировой войне, точнее о ее итогах. Война, которая длилась 1885 дней, война, в которой участвовало 38 государств, война, по итогам которой погибло более 10 миллионов человек, и война, по результатам которой исчезла с карты Европы 4 империи, в том числе и Российская империя. И вот эта война, волею исторических судеб, на каком-то этапе оказалась забытой. Но это уже известная история. В годы советской власти эта война считалась несправедливой, захватнической. Они предпочитали молчать, хотя справедливости ради стоит сказать, что на самом деле эту войну и в годы советской власти изучали. Но изучали ее только военные. Советское командование вооруженными силами изучало опыт войны, который, безусловно, по их мнению, должен был пригодиться в наступающей войне со странами Запада. Но это не было доступно для основной массы людей. И второй момент, то, что о Первой мировой войне много писали за рубежом, в эмиграции, бывшие участники этой войны. О войне широко начали говорить, начиная примерно с 90-х годов, хотя и там тоже, в общем-то, долгое время не было доступа в архивы, о войне как-то мало говорилось. Новую жизнь, вот эта тематика, эта тематика приобретает, начиная примерно с 2014 года у нас в стране, потому что в этот год во всей стране широко вспоминали, как Россия вступила в Первую мировую войну. И об этой теме с этого момента уже начинают широко обсуждать, говорить. Появляется множество работ, монографий. В 2018 году, опять же, столетие окончания Первой мировой войны, также широко обсуждается во всем мире, также и в России. Но при этом все-таки надо заметить, что тема по-прежнему остается актуальной и в то же время малоисследованной. Особенно это касается Сибири, участия Сибири, сибиряков в Первой мировой войне. На данный момент наиболее интересная полная монография принадлежит Перу Михаила Викторовича Шоловского, его знаменитая книга «Первая мировая война и Сибирь», где он открыто пишет о том, что многие темы по-прежнему ждут своих исследователей. Что касается Якутии, то нельзя сказать, что тема вообще не изучена, потому что есть достаточно подробная работа за авторством Федорова Василия Игнатьевича «Якутия в эпоху войн и революций», книга в двух томах. Но все-таки автор там ставит немножко другие задачи. Он рассказывает именно о том вкладе, который внес Якутская область, именно с точки зрения пожертвований, с точки зрения общественной работы, которые вели общественники того времени. В этой книге теме «Первой мировой войны» посвящена только одна глава. Кроме того, в последнее время очень много интересных статей, ну не скажу, что много, а достаточно. Несколько статей интересных вышло под авторством научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Захаровой Тамары Викторовны. Она пишет на эти темы. Например, вот очень интересная статья о мобилизации в 1914 году. Кроме того, есть несколько статей Афанасия Афанасьевича Павлова. И практически на этом всё. Безусловно, есть отдельные энтузиасты, которые работают в этом направлении, но этого явно не хватает. И вот в столетний юбилей выхода России из войны хотелось бы всё-таки обратить внимание, как же наша область встретила эту войну, были ли готовы жители нашей области к этой войне, с каким настроением они её встретили, сколько человек было призвано и так далее. Вот такие интересные вопросы. И почему я говорю, что малоизучено? Потому что главный, наверное, критерий, до сих пор неизвестно, сколько человек точно участвовало в Первой мировой войне. По мнению Афанасия Афанасьевича Павлова, по самым приблизительным расчётам, свыше 800 человек. В наше время, в принципе, есть хорошая возможность восстановить, если не поимённо, то хотя бы большинство этих участников. Почему я так говорю? В 1911 году, то есть буквально накануне войны, население Якутской области, 92% это инороческое население, то есть народы Сибири, преимущественно якуты. То есть всего 8% населения, которое можно отнести к славянскому населению, к татарам, к евреям. И вот из них как раз и призывали в основном в Первую мировую войну. Именно из их числа. Дело в том, что согласно военному законодательству, в русской императорской армии имели право служить только представители вуэтов вышеназванных народов, то есть инородцев в армию не брали. Хотя инородцы могли попасть в армию в одном случае, если они туда попросятся в качестве добровольцев. То есть, в принципе, при желании, при должном усердии мы с вами можем, наверное, восстановить имена, если не всех, то большинство участников Первой мировой войны. Вышеназванное население, которое подпадало под призыв, в основном проживало в двух округах нашей Якутской области. Это Якутский округ и Олегминский округ. И не случайно, когда 18 июля 1914 года у нас здесь в Якутске получили телеграмму за подписью военного министра, то уже тогда, точнее 17 июля получили телеграмму, а уже 18 июля началась мобилизация. Именно из этих двух округов начинают прибывать запасные нижние чины. То есть, люди, которые отслужили действительную службу перед войной. Вы сами прекрасно понимаете, что в случае войны, естественно, первая категория, которая подпадает под призыв, это люди, которые имеют армейский опыт. Следовательно, получается у нас, что призывные пункты у нас открылись в самом Якутске, городе, и еще один дополнительный пункт открылся в городе Олегминск. С первых дней туда начали прибывать как раз вот запасные нижние чины. Какое-то время существовало мнение, что, мол, в Якутии из-за того, что мы так далеко расположены, у нас большие расстояния, мобилизация началась чуть позже. Но на самом деле, если внимательно изучить архивные документы, то можно четко увидеть, что уже 18 июля началась мобилизация, и начали прибывать через день уже солдаты запаса. Кстати, вот начало мобилизации у нас вообще по всей империи в России прошло под знаком трезвой мобилизации. То есть один из главных, первых приказов о начале мобилизации это закрытие винных лавок. Почему это делалось? Ну, видимо, власти понимают, что в огромном количестве будут призываться мужчины, решили перестраховаться и закрыли все винные лавки. Поэтому, в общем-то, в целом, если взять по стране, по империи, мобилизация прошла достаточно мирно. Хотя в средней полосе Сибири были так называемые винные погромы. То есть мобилизованные сибиряки выражали свое недовольство с началом мобилизации, раз. И второе, то, что винные лавки не закрыты. И они там сокрушали эти винные лавки и так далее. Но это уже история других регионов. У нас в Якутии мобилизация прошла достаточно спокойно. Если мы говорим о 2014 году, то когда мы говорим о количестве призванных, но опять же я опираюсь на труды Захаровой Тамары Викторовны, которая утверждает, что в 2014 году было призвано 395 нижних чинов. Их имена, практически всех этих призванных в первый год войны, они известны. Список находится в архиве. Хотя там еще не до конца этот список составлен. И эти люди уже буквально через 3-4 дня после начала мобилизации были отправлены в Иркутск. То есть путь следования мобилизации шел как раз через Иркутск. Почему через Иркутск? Потому что там располагалась 2-я запасная бригада в составе 4-х батальонов. 9-й, 10-й, 11-й, 12-й батальоны, которые поступали мобилизованные из Якутии. Для чего они туда поступали? Запасные батальоны должны были в течение месяца, от силы 2 месяца, подготовить их к военной службе. Если это касалось нижних чинов, то они должны были вспомнить какие-то боевые навыки. А потом их формировали в маршевые роты и отправляли уже на запад по железной дороге. Кстати, интерес также вызывает, как они добирались до Иркутска. Их распределяли в маршевые роты и отправляли, естественно, по Иркутскому тракту, то есть по реке Лена. Так как приходилось идти против течения, плыть против течения, в целом подразумевалось, что до Иркутска они доберутся, я смотрел лично документы, там в маршрутном листе было указано 45 суток. Через 45 суток они должны были добраться до Иркутска. Но когда у нас началась мобилизация в Якутии, на помощь местным властям пришли владельцы пароходов и до города Усть-Кут наши якутяне добирались как раз на пароходах. Товарищество Глотово, например, оно помогало при проведении мобилизации. А дальше уже приходилось плыть на специальных таких судах, иногда их называют, в тех местах называют шитики, так как плыть приходилось против течения. Эти лодки тащили на бечевке лошади, до 4 лошадей, и вот так медленно они добирались до деревни Жигалово, а потом уже пешим ходом они уже добирались до Иркутска. То есть достаточно долгий был путь. Ну и где-то, если получается, люди были мобилизованы 18 июля, то, следовательно, где-то в середине августа они уже добирались до Иркутска. Вот там они поступали как раз в запасные батальоны, которые их готовили к войне. Дальше у них уже путь лежит на запад, но если мы говорим о том, что вот куда же попадали якутяне при назначении в боевые части, ну преимущественно, конечно, в первые годы это сибирские стрелковые полки, которые формировались как при Иркутском военном округе, так и при Омском военном округе. Именно там они начинали служить. Дальше уже, если проследить там ход службы, не обязательно якутян вообще, то есть не обязательно, если мобилизованный попадал сначала в сибирский стрелковый полк, то он заканчивал войну именно в этом полку, потому что в случае ранения чаще всего они потом уже попадали в другие полки. Что для исследователей, например, людей, которые интересуются судьбами непосредственно участников войны, это тоже на самом деле добавляет, скажем так, трудностей. По законам довоенного времени призывали с 20 лет на военную службу, но в 15-м году уже в августе, когда был третий досрочный призыв, начали призывать 19-летних. По 15-му году сложно сказать конкретно, сколько было человек призвано, по некоторым данным больше 350 солдат, молодых солдат в первую очередь. Потом еще интересный момент, то, что в 15-м году наконец в Якутии начали призывать так называемых ратников первого разряда, второго разряда. Кто такие ратники? Для этого нужно углубиться в историю военной русской армии. Дело в том, что в 1874 году, когда была проведена военная реформа, была объявлена всеобщая воинская повинность. То есть каждый мужчина, по идее, должен был отслужить службу в армии. Но так как мужчин было гораздо больше, чем могла содержать русская армия, поэтому в русской армии установилась такая традиция. Они проводили жребий. То есть в армию попадали только те мужчины, которые вытянули определенный жребий. А остальные, те, кто, ну, тем, кому повезло, скажем так, они становились так называемыми ратниками. Но ратников можно воспринимать как ополченцев. Ратники – это запас армии, они могли быть призваны уже по ходу войны. И вот получается, в 2014 году интересный момент Якутии освободили от призыва ратников. Мотивируя это разными причинами. Например, тем, что многие ратники были заняты промыслом в золотых приисках Алдана, например. А потом уже в 2015 году, когда уже русская армия терпит поражение, несет огромные потери, безусловно, вспомнили об этом. И примерно вот с лета 2015 года начали призывать и ратников первого разряда и второго разряда. А это в основном крестьяне, жители современного Хангаласского улуса, Ангинского улуса, Алёкминского улуса. Эти списки также в нашем национальном архиве республики Саха-Якутия также имеются. Можно с ними ознакомиться. Ну и вопрос такой тоже интересный. Как же поддерживали ратники, скажем так, раз они не проходили военные службы? Периодически для них устраивали военные сборы, скажем так. То есть они примерно имели представление военной службы, но боевые качества ратников, конечно, оставляли желать лучшего. В нашем архиве имеется список из 24 человек, отправленных в качестве охотников, то есть добровольцев. Слово охотник от русского глагола иметь охоту, то есть имеющую желание. Их так называли в армии, то есть добровольцы. И вот имеется список из 24 фамилий, и там можно заметить якутские фамилии, предполагаемые якутские фамилии. Некоторые из них уже известны. Например, Иван Андросов, уроженец Баягантайского улуса, современный Татинский улус. В 15-м году он работал извозчиком у нас в городе. Он добровольцем вызвался на фронт и, как известно, очень храбро и достойно воевал. Георгийский кавалер 4-й и 3-й степеней. Его боевой путь примерно восстановлен. Например, если он был признан в 15-м году, он попадает в 44-й Сибирский полк, стрелковый Сибирский полк, там воюет. Первое ранение он получает в 16-м году под Барановичами. Эта операция, наступление под Барановичами летом 16-го года вообще малоизученная. Не то, что малоизученная, но о ней мало говорят, потому что это очень такая неудачная наступательная операция. Русская армия там потеряла очень много людей, пытаясь прорвать линию обороны. Мы больше знаем о Брусиловском прорыве, который разворачивался параллельно. А наступление под Барановичами было неким таким вспомогательным ударом для армии Брусилова. Но, к сожалению, прорвать линию обороны не удалось. Вот там как раз в июле месяце Иван Андросов получил контузию, был контужен и отправлен был в лазарет. Правда, он лечился там буквально всего лишь один день, значит, один день, следовательно, контузия была, видимо, легкая. Мы предполагаем, что Андросов кавалер двух крестов, то, скорее всего, именно за этот случай, я просто не знаю, что он совершил, скорее всего, он был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. То есть первый крест он получил, скорее всего, предположительно, в 16-м году. А второй уже крест, третьей степени, он получает летом 17-го года, история всем, наверное, хорошо известная. Он был пулеметчиком и вот в опасной близости от неприятельских рубежей он открыл огонь и подавил пулеметные точки неприятеля метким огнем. Вот за это он был награжден Георгиевским крестом третьей степени. После этого он уже в конце 17-го года возвращается сюда, в Якутию. Но это как бы самая известная, такая широко известная, скажем так, судьба Якута, представителя народа Саха, который участвовал в Первой мировой войне. Хотя и среди нижних чинов запаса, которые были призваны на войну, тоже встречают интересные судьбы, интересные истории. Например, самый известный может быть якутянин, который воевал, и потом дослужился до звания, уже в годы советской власти дослужился до звания генерал-майора, это Андрей Иванович Притузов, уроженец кангаласского Улуса. Он в 15-м году был призван на войну, хотя работал учителем. Вот тут надо обратить внимание, потому что, насколько я знаю, в 14-м году, например, учителей в армию не брали. Был известен случай, когда из Алёкминского округа двух учителей забрали в армию, даже их фамилии известны, Ивахин и Былкин. Потом в Иркутске, когда стало понятно, что они учителя, и отсюда начали, видимо, писать ходатайство, их отправили обратно, потому что мотивировали они тем, что в Якутской области и так не хватает учителей. Но в 15-м году Притузов работает учителем и почему-то был призван на фронт, и он там отвоевал полностью, потом уже в годы Советской области стал кадровым офицером, воевал в Великую Отечественную войну. Это единственный, первый якутянин, который дослужился до звания генерал-майора, Притузов Андрей Иванович. Ну и так далее. То есть масса интересных историй, судеб. Я на это как бы делаю упор, потому что знаете почему? Потому что нижней чины их судьбы совершенно неизвестны. Одно дело, когда мы говорим об офицерах русской императорской армии, в принципе при желании у них сохранились скорее всего послужные списки и там по ним можно воспроизвести судьбу офицеров. А что касается нижних чинов, то в принципе за сто лет практически бывали случаи, когда никто вообще как бы их судьбой не интересовался. Миллионы русских солдат по-прежнему в какой-то мере ждут своих исследователей. С первых дней войны местное население активно включается благотворительность. Понятное дело, что особенно отличились в этом купцы, наши известные все купцы, которые проживали в тот период Никифоров, Ушнарев, Кривошапкин, они все делали значительные такие вклады в дело в помощи раненым, больным и так далее. Например, Кривошапкин известен в случае, что он сделал пожертвование в размере 10 тысяч рублей. Это очень большая такая сумма. на самом деле. Или тоже интересный момент, 24 наслега Верхневерийского Улуса собрали там порядка 850 рублей, ну примерно там 837 рублей 50 копеек, по-моему, если не ошибаюсь. Собрали для боготворительности и сам государь, император отправил телеграмму, ну от его имени видимо отправили телеграмму со словами благодарности. Вообще по всей стране в 2014 году войну встретили очень мощным таким с патриотическим порывом. В многих городах России прошли торжественные молебны. Помните, там даже в силу патриотического угара даже переименовали Санкт-Петербург, Петроград. У нас в Якутии тоже, в Якутске, в общем-то, встретили очень положительно. Никто от призыва не уклонялся. Вообще, как бы моментов, случаев, чтобы призываемые убегали, дезертировали и так далее, по крайней мере, в 2014 году этого не наблюдается. Лично я сам читал только один случай, случай, который мог подпасть под эту категорию. В общем, в Валекминском районе несколько молодых людей их направили в больницу, они лечились, и как раз накануне проезда парохода, который следовал из Якутика, который должен был их забрать, они решили навестить родной дом, и они, значит, уехали, оставив записку о том, что через день они как раз вернутся. Но, видимо, опоздали, и там началось как бы уже служебное расследование. То есть оставили записку этих людей немедленно доставить в Якутск уже. И, насколько я знаю, что они пребывают в Якутск уже осенью 2014 года. То есть, как бы намеренных случаев дезертирства и так далее в 2014 году не было. В 2015-2016 годах возможно, потому что к тому времени уже патриотический угар начинает угасать, люди начинают понимать, уставать от войны, и, возможно, что не все шли охотно на войну. Вот очень коротко если рассказать о Якутской области в годы Первой мировой войны. Если, теперь, наверное, если есть вопросы, можно задать, наверное, вопросы, я постараюсь на них ответить. Почему Вы выбрали именно эту тему, тему Первой мировой войны? До 2014 года я к этой теме относился достаточно спокойно в рамках, наверное, учебника по истории. Но в 2014 году произошла история, которая перевернула, наверное, в какой-то мере даже мою судьбу. Дело в том, что по материнской линии мои корни уходят в Иркутскую область, в деревню Мысово, рядом с деревней Марково. И вот там жили мои предки по материнской линии. Мой прадед Марков Михей Николаевич, русский по национальности. Вот у нас в семье долгие годы, ну, долгие годы, сто лет хранилась фотография нашего прадеда. Мы, конечно, знали, что это Марков Михей, наш прадед, но никто из, скажем так, неблагодарных потомков не интересовался его судьбой. Пока я в 2014 году совершенно случайно не натолкнулся на информацию о том, что на его родине в городе Уськут, ну, Марково входит в Уськутский район, поставили стеллу, где высечены имена участников Первой мировой войны. И к своему разочарованию я увидел, что там нет имени вот моего прадеда. Вот именно тогда начался интерес к этой теме, потому что я решил, раз я историк, обязательно должен восстановить историю моего прадеда. Я начал заниматься поисками, ну, особенность моих поисков была в том, что я работал на расстоянии. То есть я не выезжал ни в Иркутск, ни в Москву. Я работал методом запросов, а эти запросы иногда летели ко мне по полгода, например. Ну и плюс то, что огромное подспорье было то, что вот сейчас все-таки, да, в интернете, в сети можно найти очень много информации. Уже в самом начале я натолкнулся на такую удачу, вот есть такая книга под авторством Сергея Борисовича Патрикеева. Это просто колоссальный труд. Этот человек, этот исследователь с конца 90-х годов выписывал номера и имена и фамилии георгиевских кавалеров. И у него накопилось там больше миллиона двухсот записей, и он издал огромный такой труд в 14 томов, если не ошибаюсь. И вот там в одном из томов я обнаружил искомую фамилию Марков Михей. Георгиевский кавалер в четвертой степени. И там был описан подвиг, но теперь у меня была другая задача. Я должен был доказать, что Марков Михей из наградного списка и мой прадед это одно и то же лицо. Потому что огромное количество случаев, когда речь идет о полных тезках. Единственный вариант немножко меня утешало то, что его зовут Михей все-таки. Не самое распространенное имя. Хотя в 14-м году я сразу же натолкнулся на имя, фамилию Марков Михей. Человек, солдат, который уже погиб в начале войны. Он был призван из южных губерний Российской империи. И вот я дальше начал копать. Потом уже я натолкнулся на карточку раненого. То есть он был в 15-м году ранен, лечился в Финляндии. В 16-м году как раз совершил подвиг. Потом я через так называемых волонтеров, людей, которые за определенную сумму ищут сведения в архивах, я обнаружил сведения о том, что как раз в 122-м пехотном тамбовском полку, то есть обратите внимание, иркутянин уже воюет в 122-м пехотном тамбовском полку. То есть после ранения он попадает туда из сибирского полка. Там как раз в полковых документах была обнаружена запись о том, что он как раз уроженец иркутской губернии деревни Мысово. Как раз родина моего прадеда. Я так доказал, что он это и есть одно и то же лицо. А потом я уже полностью восстановил его боевой путь с 14-го по 17-й год. Он возвращается домой в конце, ну в декабре 17-го года, берет отпуск на самом деле. Возвращается, но дальше уже обратно не возвращается на фронт, потому что русская армия уже тогда разваливается. И вот пытаясь понять, как же его мобилизовали в 14-м году моего прадеда, я начал как раз работать в архивах, в фондах национального архива республики Саха-Якутия. В общем, с этого и начинается вот мое исследование. Вы рассказали об Иване Андросове, уроженстве Баян-Тайского Улуса. Это яркий пример героизма, патриотизма кавалера двух Георгиевских листов. А остальные награжденные, какие-нибудь примеры вы можете рассказать? Начнем с того, что искать награжденных, даже имея фундаментальный труд Патрикеева, 14 томов, дело достаточно сложное, потому что в наградных листах очень редко упоминают, откуда был призван кавалер Георгиевский. То есть задача какая? То есть если я, например, ищу, например, вот тоже был такой доброволец, Владимир Татаринов, например, казак, ушел добровольцем на фронт, то если я эту фамилию, искомую фамилию ищу в трудах Патрикеева, то оно выдает несколько фамилий. Из них мне необходимо определить, кто действительно был уроженцем Якутии. Хотя в отношении Владимира Татаринова я могу точно сказать, что он тоже георгиевский кавалер четвертой степени, потому что как раз в трудах Патрикеева есть такая запись, но там не указано, что он призван из Якутии, но там четко указано, что он доброволец, а это сводит практически к стопроцентному шансу, что именно это и есть Владимир Татаринов, который воевал, ушел воевать из Якутии в качестве добровольца. Таких примеров много, или допустим Михаил Хаютанов тоже эта фамилия присутствует, но опять же мы же с вами историки, нужно полноценное стопроцентное доказательство, что именно они призваны из Якутии. Для этого нужно делать запрос искать эту фамилию в полковых документах. Не факт, что полковые документы хранятся, остались в сохранности, допустим, но вероятность большая есть. Так что в принципе можно искать, можно находить, но если речь идет о таких популярных фамилиях, например, Иванов, то это очень сложная задача. Можно ориентироваться на сибирские полки, и опять же там отсев будет такой достаточно большой массив, опять же, нужно искать. Поэтому, я бы сказал, титанический труд, наверное, найти всех награжденных из Якутской области. Но кого-то можно постараться найти. какая система званий и правительственных наград существовала в то время? Георгиевский крест. Особенность награждения заключается в том, что награждали в обратном порядке. Сначала выдавался Георгиевский крест четвертой степени, третий, второй, первый. Тогда он становился полным кавалером. Есть статут Георгиевского креста, как раз накануне Первой мировой войны. Там можно изучить порядка статей, за что солдатам можно выдавать Георгиевский крест. Это очень хорошая засепа для поисковиков, потому что по ним можно определить, во-первых, где воевал этот человек. Во-вторых, есть одна хитрость небольшая. Когда рядовой солдат, то есть нижний чин, до этого не имевший никакого звания, совершал какой-то подвиг, и ему присуждался Георгиевский крест четвертой степени, автоматически получал звание ефрейтор. Когда мы изучаем судьбу Ивана Андросова, мы же не знаем, когда он получил свой крест четвертой степени. Там есть тоже интересная деталь. Когда он уже получает свой третий крест георгиевский, у него там уже написано Ефрейтор Иван Андросов. Следовательно, это однозначно говорит о том, что он уже был награжден четвертой степенью. И завершая тему Андросова и его награждений, продолжая эту тему, к сожалению, у Патрикеева фамилии Андросова отсутствуют. Среди миллиона двухсот награжденных его фамилия нигде не значится. У нас же имеется номер креста, номер георгиевского креста третьей степени, которым он был награжден. И этот крест в списке есть, но там написано фамилия не установлена. У Патрикеева есть целый пласт крестов, который он называет массив без фамилий. К сожалению, наш Андросов попал именно туда. А почему он, туда же, видимо, попал его крест четвертой степени, к сожалению. Я даже подумывал, что, может быть, неправильно написали его фамилию, потому что в карточке на раненого 16-го, а потом и 17-го годов у Андросова фамилию переначали. Писер, видимо, заполнил неправильно, его фамилию пишет как Андрусов через У. Но дополнительные данные не позволяют сомневаться, что это наш Иван Андросов, потому что там указано, что он якут, что он доброволец, что он 9-я рота 44-го сибирского стрелкового полка, что он работал извозчиками и так далее. Поэтому я подумывал, что, может быть, Андрусов, но опять же, поиски по измененным фамилиям, к сожалению, тоже не дали результата. Но при этом это не говорит о том, что он не был награжден. Он, конечно, был награжден. Даже сохранилась фотография, где он стоит с двумя Георгиевскими крестами. Уникальная просто фотография инородца, якута, добровольца, который пошел воевать и показал себя с очень храброй стороны. Настолько с храброй, что, судя по его воспоминаниям, когда шли в атаку, понятное дело, на войне были рукопашные схватки, обычно шли в форме клина. И впереди ставили самых сильных ребят, самых ловких солдат. И вот по воспоминаниям Ивана Андросова он как раз шел третьим. То есть солдаты признавали, что он сильный, ловкий человек и ставили его уже как бы на острие атаки. Вдруг, среди вас есть потомки как раз охотников, добровольцев из якутов, допустим. Или, например, вас интересует судьба уроженцев Якутии, вообще, участников Первой мировой войны. Как их искать? Я сегодня, как это ни скромно не звучит, но все-таки могу позволить себе порекомендовать, как легче всего попытаться найти участников Первой мировой войны. Во-первых, в городе Елуторовск, это Тюменская область, в городе Елуторовск долгие годы хранилась просто уникальная картотека. Там эта картотека состояла из примерно порядка 7 миллионов карточек раненых солдат в годы Первой мировой войны. Долгое время она была, скажем так, не скажу, что засекречена, но о ней предпочитали не говорить. И вот с начала нулевых они начали говорить, изучать, начали люди делать запросы. И вот эту картотеку, насколько я знаю, последние годы активно оцифровывают и в скором времени должны оцифровать полностью и уже предоставить на общее пользование в свободном доступе. На сегодняшний момент эта картотека имеется в свободном доступе примерно миллион двести записей, миллион двести карточек. Вот как раз две карточки, точнее, три карточки Андросова найдены именно в этой картотеке. Вот можно начать с этой картотеки. Можно записать запрос в Елуторовск или можно дождаться, когда это все будет оцифровано и будет в свободном доступе. Далее, если вы там ничего не нашли, можно попробовать поработать как раз с работами Патрикеева. Вдруг ваше искомое лицо было награждено Георгием Крестом. Но вы уже поняли, что эта история достаточно сложная. Сейчас активно печатают и выставляют в свободном доступе списки потерь. Их достают чаще всего из региональных печатных изданий того времени. Иркутские ведомости, наша местная периодика. И там как раз иногда попадаются фамилии убитых, раненых и так далее. А если бы не Первая мировая война, произошла бы Октябрьская революция 1917 года? Сегодня историки, учителя истории, у нас выпускается новая линейка учебников, у нас есть историко-культурный стандарт, согласно которому период вступления войны в Россию это 1914 год. И по окончании гражданской войны, 1922 год, у нас в стране именуется как период великих потрясений. Россия, вступив в Первую мировую войну, практически Российская империя вынесла себе приговор. Потому что уже на второй, третий год войны население устало от войны и вот это революционное брожение уже началось. Это очень можно легко отследить по такому явлению, как дезертирство в армии. Начиная с 1916 года повальные случаи дезертирства и так далее. А что уж говорить о городах больших, тот же Петроград. Народ устал просто от войны и поэтому созрела такая ситуация, при которой возможно было сначала свергнуть царя, а потом уже и в октябре 1917 года возникла возможность для захвата власти большевиками. Так что это безусловно взаимосвязанный процесс. Уважаемые слушатели, еще раз большое спасибо, что вы пришли на встречу, послушали мою лекцию. Я себя не позиционирую как человек, который знает абсолютно все про Первую мировую войну, тем более про якутскую область в годы Первой мировой войны. Но эта тема меня интересует и я думаю, что в будущем как раз будет вестись вот такая вот изыскательная работа в этом направлении и мы узнаем много интересного о тех годах столетней давности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова